Всем привет, друзья! Пришло время расчехлять свои телескопы. Грядет редкое астрономическое явление. 11 ноября планета Меркурий пробежит на фоне солнечного диска. В следующий раз подобный транзит состоится лишь через 13 лет. О том, как и где наблюдать это явление, в этом выпуске. Поехали! Что мы знаем о Меркурии? Это ближайшая к Солнцу планета. Ну, то есть она где-то между Солнцем и Землей. Чисто гипотетически можно предположить, что если Солнце, Меркурий и Земля выстроятся в космосе в одну линию, то Меркурий спроецируется на солнечный диск, и мы увидим его транзит. Но не все так просто. Дело в том, что орбиты Земли и Меркурия не лежат в одной плоскости, а расположены под углом 7 градусов друг к другу. Поэтому в одну линию, в одной плоскости, Солнце, Меркурий и Земля выстраиваются лишь в двух точках. Эти точки называются узлами. И в этих самых узлах орбиты Земли и Меркурия пересекаются. И Меркурий по ходу своего движения проецируется на солнечный диск и преодолевает его за несколько часов. А вот сейчас, в ходе подготовки к своим роликам, я все больше замечаю, что самая лучшая, интересная, важная информация содержится исключительно на английском языке. А я из тех людей, у кого в школе был немецкий. Напишите в комментах, кто так же пострадал, как и я. Ну да ладно, на самом-то деле, сейчас я английский знаю лучше, чем немецкий, да и гугл-переводчик, как говорится, всем в помощь. Но очень не хватает практики. Да и вообще, я бы хотел побывать на зарубежных обсерваториях, пообщаться с крутыми иностранными любителями астрономии, запилить об этом видеоролики и выложить у себя на канале. И поэтому я решил, что надо подтягивать уровень разговорного английского языка. Я долго искал какие-то сервисы, которые мне могут помочь в этой теме и наткнулся на Кэмбли. Это тот ресурс, который, в общем-то, отвечает всем моим требованиям. Там много репетиторов, носителей языка, именно людей, которые живут в языковой среде и родились там, и всю жизнь, в общем, разговаривают на английском. С этими людьми можно пообщаться на любую тему, эту тему можно выбрать. Можно даже выбрать репетитора по интересам. В общем, в условиях глобального мира, когда вы в любой момент можете поехать в какую-то далекую страну на наблюдение, например, солнечного затмения, подтянуть уровень разговорного английского – это must have или что там must. В общем, это очень важно. Если вы, как и я, хотите улучшить свой скилл, то воспользуйтесь моим промокодом. По нему вы можете получить бесплатное 15-минутное занятие. Все ссылки в описании. Ну а теперь возвращаемся к Меркурию. Наблюдать транзит Меркурия в целом несложно, и техника не отличается от обычных солнечных наблюдений. В таких ситуациях новичкам всегда напоминают, что без специальных солнечных фильтров смотреть на солнце в оптические приборы категорически запрещается. Можно выжать себе глаза. Так себе удовольствие. Наверное. В общем, для наблюдений нужно использовать либо специальные солнечные телескопы, типа Коронада или Лунта, либо обычные телескопы, бинокли и зрительные трубы, на объектив которых установлен солнечный фильтр. Чаще всего используются специальные солнечные пленки. Обзор двух самых популярных у меня есть на канале. Можете посмотреть. А купить их можно в магазине Планетарий. Для подписчиков Astro Channel скидка по коду 2019. Ссылка в описании. Если же у вас нет специального солнечного телескопа, не успели купить солнечную пленку, а понаблюдать явление вы все-таки хотите, при этом как разумный человек со зрением вы расставаться не планируете, есть выход. Есть старый дедовский метод, метод проекции. Нужно навестись на солнце, опять-таки не смотря в окуляр и выскатель, а дальше подставить лист картона за окуляром, примерно так, как это изображено на иллюстрации. На бумагу спроецируется солнечный диск. Дальше вам нужно будет сфокусироваться, и вполне можно наблюдать, как черная точка Меркурия будет перемещаться по спроецированному на лист бумаге солнцу. По солнечному экрану довольно удобно делать зарисовки, отмечать положение планеты в разное время. Нечто подобное я, например, делал 7 мая 2003 года, когда я впервые увидел это явление. Всего же я видел два транзита. Второй случился 9 мая 2016 года. Вообще, интересно, что прохождение Меркурия по диску солнца наблюдается только в мае и ноябре, причем ноябрьские прохождения случаются чуть ли не вдвое чаще. Но по иронии судьбы, в ноябре, например, на европейской территории России, ясная погода бывает очень редко. Из-за облаков я, например, пропустил транзит 8 ноября 2006 года. Но и ближайшее прохождение тоже состоится в ноябре, 11 числа. Давайте разберемся, где его лучше наблюдать. Идеальные условия сложатся на восточном побережье США, в Южной Америке и Западе Африки. Там транзит будет виден в полном объеме. В Европе больше всего повезет наиболее западным регионам. Например, в Лиссабоне почти в полном объеме будет виден транзит. Чем восточнее мы находимся, тем ниже будет солнце на момент начала явления, и тем быстрее оно зайдет за горизонт. Нетрудно догадаться, что в России лучше всего условия в Калининграде. Везде явление начнется в 15.35 по московскому времени, а вот окончание будет зависеть от того, когда случится у вас заход солнца. Например, в Калининграде солнце зайдет в 17.43, а в Москве в 16.30. На Урале и в Сибири, увы, солнце зайдет еще до того момента, когда Меркурий взойдет на солнечный диск. В описании к этому видео я оставлю ссылку на интерактивную карту явления, и там вы сможете посмотреть условия для своего населенного пункта. Так как солнце в большинстве регионов будет находиться невысоко над горизонтом, внимательно относитесь к выбору наблюдательной точки. Юго-запад и запад должен быть открыт идеально. Кстати, в этой интерактивной карте показан средний процент облачности для населенных пунктов на эту дату. И судя по этим показателям, лучшие условия сложатся где-то на Северном Кавказе. В общем, на юге. В общем, неудивительно. Если есть возможность, съездите туда. Ведь следующий транзит Меркурия состоится лишь в 2032 году. И тоже в ноябре. 13 ноября. А затем 7 ноября 2039. Ближайший майский транзит состоится лишь в 2049 году. Я сделаю все возможное от себя зависящее, чтобы на моем канале состоялась трансляция этого явления. Поэтому обязательно подписывайтесь на Astro Channel. Но, как понимаете, не все зависит от меня. Я буду держать вас в курсе. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями. Ясного неба и успешных наблюдений. Пока.